Спички относительно недавние изобретения человечества. Они пришли на смену огневу около двух веков назад. История спичек как средство добывания огня началась с открытия фосфора в 1669 году химиком Брантом. А уже в 1680 году ирландский физик Роберт Бойль, тот самый, чьим именем назван закон Бойля-Мариотта, покрыл фосфором полоску бумаги и, чиркая по ней деревянной спичкой с серной головкой, получил огонь, но не придал этому никакого значения. В результате изобретение спичек запоздало более чем на век, до 1805 года, когда французский химик Жан Шансель предложил свою версию спички с головкой из смеси серы, хлорида калия и сахара. В комплекте прилагалась бутылочка с серной кислотой, куда надо было окунать спички, чтобы зажечь их. Неудобство такого вида спичек очевидно. Под рукой всегда должна быть серная кислота, небезопасный химикат. В 1826 году британский аптекарь Джон Уокер изобрел первые спички, зажигаемые с помощью трения. Спичечную головку он изобрел из смеси серы, хлорида калия, сахара и сульфида сурьмы, а зажигание производил чирканием по наждачной бумаге. Правда, горели спички Уокера неустойчиво. Оставляли после себя скверную память в виде противного сернистого газа, рассыпали вокруг себя при возгорании тучи исков, что часто приводило к пожарам, и поэтому во Франции и Германии их продажу вскоре запретили. А в 1830 году французский химик Шарль Заурия заменил сульфид сурьмы на белый фосфор. Горели такие спички отлично. Зажигались одним движением головки по любой шероховатой поверхности. Но запах горящего и разбрызгивающегося вокруг белого фосфора был ужасен. К тому же белый фосфор оказался очень токсичным. Фосфорный некроз быстро стал профессиональной болезнью работников спичечных фабрик. В одной упаковке спичек в то время содержалась смертельная доза белого фосфора, и суициды с помощью провлоченных спичечных головок быстро стали распространенным явлением. Замена токсичному и огнеопасному белому фосфору было найти нелегко. Однако это смог сделать только шведский химик Густав Эрик Паш, который в 1844 году понял одну простую вещь. Если спичка загорается при механическом контакте серы и фосфора, вовсе не обязательно помещать фосфор в спичечную головку. Достаточно нанести его на шершавую поверхность, о которую чиркают. Это решение вместе с подоспевшим как раз вовремя открытием красного фосфора, который в отличие от белого не воспламеняется в воздухе и гораздо менее токсичен, и легло в основу первых по-настоящему безопасных спичек. Но уже в 1853 году шведский химик Йохан Лундстрим нанес красный фосфор на поверхность наждачной бумаги и заменил им же белый фосфор в составе головки спички. Такие спички уже не приносили вреда здоровью, легко зажигались о заранее приготовленную поверхность. Йохан Лундстрим запатентовал первую шведскую спичку, дошедшую до наших дней почти без изменений. Спички Лундстрима имели большой успех на всемирной выставке в Париже в 1855 году, получив серебряную медаль за то, что способ их изготовления не угрожал здоровью рабочих. Так появились, наконец, безопасные или шведские спички, которыми мы пользуемся и сейчас. По материалу спичечной палочки спички можно подразделить на деревянные, изготовленные из мягких пород дерева, осины, липы, тополя, картонные и восковые, парафиновые, изготовленные из хлопчатобумажного жгута, пропитанного парафином. По методу зажигания на терочные, зажигающиеся при трении о специальную поверхность, терку, и бестерочные, зажигающиеся при трении о любую поверхность. Терочные спички различного типа являются основным массовым видом спичек во всем мире. Бестерочные спички выпускаются в основном в Англии и США в ограниченном количестве. А на этом все. Не забываем ставить лайки и подписываться на канал. Всем хорошего дня. Пока-пока.